В Украине запретили игорный бизнес. Зеленский сделал заявление. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игорные залы из-за провального голосования за легализацию игорного бизнеса. Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях. Зеленский сказал, вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Задает вопрос президент. После этого он предложил сыграть по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думайте, резюмировал Зеленский. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 20 декабря во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование. Постановление Кабинета министров нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от нациполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины прекратить функционирование игорных заведений. Заявил Аваков. Это не первое подобное обещание министра внутренних дел. В декабре 2014 года он уже говорил, что милиция в течение 10 дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине. Тогда не получилось. Начальник управления Департамента стратегических расследований национальной полиции Владимир Акалит заявил, что за прошедшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен. В СБО отчитались, что прошлой ночью заблокировали работу 43 нелегальных заведений игровых автоматов в шести регионах — Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. Оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под крышей правоохранителей, заявили в пресс-службе СБУ. Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договором при поручении на распространение государственных мгновенных лотерей. Правительство также поручило национальной полиции с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов государственных лотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. О государственной фискальной службе приказало организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на канал, ставьте нравится или не нравится. Всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...